Всем огромный привет! С вами Маша и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами будут немножечко с опозданием, но пустые баночки за март месяц. Как видите, у меня была очень огромная коробка, она даже не помещается в кадр. Приблизительно еще столько же за кадром остается коробки. И это все пустые баночки за март месяц. Так что, кому интересно узнать мое мнение о закончившихся продуктах, в основном это будет уходовая косметика за волосами и за лицом, оставайтесь со мной, не переключайтесь, и я вам подробно о каждом сейчас расскажу. Один единственный продукт, который закончился у меня, скажем так, для дома, это средство для мытья посуды, концентрированное от Фаберлик с экстрактом алоэ вера. Я уже много раз рассказывала об этом средстве. Оно идеально подходит для мытья детской посуды, для мытья обычной посуды, для мытья фруктов, бутылочек, сосок. То есть, здесь нет никаких химикатов, которые бы как-то повредили или навредили ребенку. Нет. Я мою посуду этим средством практически с рождения, где-то с двух месяцев, когда было Максиму так, что все отлично и по сей день. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. Аромат у этого средства очень легкий, ненавязчивый, очень нежный. Главное, что он совершенно не отталкивающий. Даже, я бы сказала, не сильно запоминающийся. Просто алоэ вера, просто такая чистота, очень приятный. Мне он понравился. А дальше впервые покажу вам такое средство у себя в видео. Ну, просто захотелось его показать, потому что оно действительно классное. Это жидкое мыло для интимной гигиены. Да, мальчики, если вы смотрите, отойдите от экрана. Наверное, вам будет не очень интересно такое средство. Оно с экстрактом ларомашки и молочной кислотой. И гипоаллергена. Это бренд Evo Laboratories. Мне очень понравилось. Именно вот эта зелененькая бутылочка. Она совершенно не имеет никакого аромата. Ромашки не ощущаются. Но довольно хорошо справляется со своей задачей. Не сушит. Наоборот, все замечательно. И я не знаю, что еще можно сказать про такие средства. Просто я вам его порекомендую. Далее. Моя любимая соль для ванны закончилась. Это Spa Baylara. Покупаем обычно в Ашане. Это манго. 600 грамм. Фантастический аромат. Очень натуральный аромат сочного, спелого манго. По цвету такая желтенькая эта соль. И она действительно придает такой легкий-легкий желтый оттенок в ванной. Не оставляет никаких следов, разводов. В общем, аромат очень тонкий получается, нежный. И хватает этого бутылька раза на 4. Наверное, даже на 5. Ну, опять-таки, в зависимости от того, как вы предпочитаете и сколько вы предпочитаете сыпать подобных продуктов в ванну. Я предпочитаю не так много сыпать. Кстати, растворяется она на ноль просто. Не оставляет никаких после себя солевых остатков. Никаких, кстати, в этой соли нету камушков. Что очень важно. Потому что в некоторых дешевых и бюджетных продуктах подобных есть какие-то камни. Но здесь такого нету. А это огромный плюс. Так что берите на заметку. В Ашане еще есть грейпфрут. Такая же соль. Вот тоже она у меня есть. Она тоже очень крутая. Она более имеет выраженный яркий аромат, чем манго. Давайте покажу два геля для душа. Это, наверное, частый посетитель таких видео. Это Palma Leafman. Бодрящий цитрусовый заряд. Да, он мужской. Да, он классный. Здесь 750 мл. Он фантастический. Вот это самый крутой цитрусовый аромат. Самый крутой гель для душа, который только можно найти. И да, я им тоже пользуюсь, потому что он классный. Отличная густая пена. Хорошая концентрация. И что еще можно сказать? Хватает достаточно надолго. Где-то на месяца полтора. Дальше. Закончился вот такой гельчик для душа от Faberlic. Это серия Vitamania. У меня это смородина и ежевика. Здесь 200 мл. Я вам скажу честно, что я поначалу очень сомневалась в правдивости данного, хотела сказать, метража, объема. Потому что слишком маленькая бутылочка на вид, согласитесь. И как-то было странно. Но потом все-таки я поняла, что действительно здесь есть 200 мл. И чем же крут этот гель? Во-первых, это аромат. Он очень насыщенный. Очень такой ягодный, натуральный. Что меня поразило. И он действительно. Такое чувство, как будто я ягодки прям вот кушаю. Ягодками обмазываюсь. И еще огромный плюс этого геля, что он безумно-безумно концентрированный. Вот достаточно буквально там, ну, не капли, конечно, но очень мало продукта нужно, чтобы создалась густая воздушная пена. Отлично мылится, отлично очищает кожу, прям вот до скрипа. Но при этом очень хорошо ее увлажняет. Закончился, точнее нет, вру, не закончился. Просто выкидываю, потому что уже сил моих нету пользоваться данным продуктом. Это Organic Kitchen флегматичная друша. Обновляющий скраб для рук. Что могу сказать. Это, по идее, должно пахнуть, как груша. С таким небольшим ароматом ягодных косточек, маслом. Но вообще просто нет, нет, еще раз нет. Это ужасный скраб, который жирнит руки. Он ничего совершенно не скрабирует. Хоть по виду, даже я вам сейчас покажу. Достаточно хорошие скрабирующие частички. Здесь есть и косточки виноградные, здесь есть сахар. То есть очень достаточно грубый скраб. Но почему-то он грубый только на вид. А на деле он совершенно не кокущий. Он только ожирнил мне руки. Хоть они у меня и сухие периодически бывают, особенно зимой. Но я прям не могла. Мне нужно было после него раза три смывать это средство, чтобы убрать вот эту неприятную липкость и жирноту. Так, ну и переходим к средствам по уходу за волосами. Еще одно средство как раз таки от Organic Kitchen. Это легкое расчесывание гель для волос. Раз, два, три. Оно с соком альбиции, шелковой и органическим органовым маслом. Тоже выкидываю, потому что очень сильно зажирняло волосы мне это средство. Я наносила от середины волос, то есть там, где у меня сильно обесцвеченные волосы. И вот совершенно ничего с ними не делала, только зажирняло. Становились просто зажирненные патли некрасивые. И поэтому я перестала им пользоваться. Здесь тоже половина средства еще. Так что мне не понравилось, не берите. Дальше у меня не закончилось, к сожалению, но закончился срок годности. Это вот такой вот двойной объем, крутящий момент, ловушка, год ту би. Создание локонов стайлинг мусс. Покупала для чего? Для того, чтобы делать эффект пляжных волос. Чтобы были более такие упругие кудри, чтобы они дольше держались. Но, не знаю, возможно это просто был такой ход, но, пиар-ход. Но совершенно на моих волосах не было такого супер-вау-эффекта, на который я рассчитывала данного мусса. Закончилась у меня вот такая краска для волос в предыдущем видео. Я вам показывала, там было очень много красителей от LESAP, от All in Professional. Сегодня это у меня еще одна закончилась краска, точнее краситель LESAP. Это серия EZI. Она более легкая, по-моему, не содержит аммиак. Здесь 60 мл. Сейчас покажу, как выглядит тюбик красителя. Он, конечно, возможно в непотребном виде. А нет, нормальный вид. Вот так выглядит краситель LESAP. Это оттенок у меня 11.2. Я сейчас его добивала. И, в общем-то, хороший краситель. Если у вас есть средства и возможности, то советую прикупить. Потому что это хороший, красивый, дает холодный пепельный оттенок. Далее, наверное, в этом видео будет очень много у меня продуктов, которых я буду ругать. К сожалению, видите, у меня здесь ребенок сгрыз. Этикетку это Essence Routine. Лосьон для придания объема с биотином. Что делает этот лосьон? Он наносится на корни волос. Он предназначен для тонких волос, для лишенных объема волос. Он позиционируется как добавление видимого эффекта, видимого объема на корни. Но, я не знаю, то ли руки у меня не с того места растут, то ли что-то я неправильно делала. Но, к сожалению, объема я не сильно заметила. То есть, ну, может быть, просто волосы были более мягкие на корнях, более такие блестящие. Но, чтобы появился объем, это, к сожалению, я не заметила. Как бы я ни укладывала феном, без фена, но эффекта не было никакущего. Ну, и давайте еще одно средство, которое у меня вызвало не то, что негатив, не то, что восторг, а вот что-то среднее между этими двумя чувствами и ощущениями. Это Глискур серия «Зимняя забота». И это шампунь и бальзам для поврежденных волос в зимний период. Я допользовала это средство в начале марта, поэтому в эти баночки он у меня и попал. Шампунь и бальзам. Это коллекция «Русская зима», как я сказала. Что могу сказать? Это действительно стоящие продукты. Вот, честно скажу, действительно, они хорошо. Вот шампунь, он имеет очень приятный такой парфюмированный аромат. Бальзам менее насыщенный. Шампунь очень хорошо очищает волосы, прям до скрипа, очищает кожу головы, не пересушивает волосы. А бальзам, он прям, вот знаете, он больше похож все-таки на маску. Он очень густой и хорошо действительно восстанавливает волосы и действует лучше, как маска. Если вы подержите пару минуток на волосах, будет вообще просто супер. Но здесь даже я недоумение не то, чтобы от свойств шампуня. Свойства отличные. Они действительно стоят своих денег, вот эти два средства. Но, честно, я не соглашусь с тем, что это средства, одно и второе, хороши только в зимний период. Я все-таки считаю, что это, ну, больше как пиар-ход такой очень хороший, продуманный, правильный и красивый. Потому что, сами посмотрите, упаковка просто блеск, хорошо выглядит и действительно зимой хочется к такому прикоснуться. Но, не знаю. Я считаю, что это все-таки такой пиар-ход. Потому что я с удовольствием бы пользовалась и в дальнейшем такими средствами, двумя. Потому что у меня, вы знаете, обесцвеченные волосы и они нуждаются в постоянном уходе, в постоянной подпитке и восстановлении. Еще один продукт, который я повторяю периодически, это фрукт из гарниен, сос восстановления, мгновенная маска эликсир, которая действует с первой секунды. Я очень люблю вот эти вот маски-минутки, эти мгновенные маски, потому что они на мне просто круто работают. Вот что я могу сказать еще. Это маска для секущихся и очень поврежденных волос. Мне нравится аромат. Он такой, знаете, маслянистый, аромат амлы, может быть, даже немножечко кисленький, немножечко сладенький. Вот очень приятная, правильная пропорция. Люблю эти гарнировские маски. Периодически, повторюсь, покупаю, потому что они действительно справляются со своей задачей хорошо. Они моментально, мгновенно увлажняют волосы, делают их гладкими, шелковистыми. Очень хорошо они поддаются расчесыванию, они не путаются. И, в принципе, просто отличное средство, которое можно использовать ежедневно. Еще одно средство, которое я думаю, что я буду периодически повторять. Это СИОС Алео 21 двухфазный ойл-спрей. Это крутой просто, не смывающийся спрей для ломких и очень сухих волос. Потому что вот у меня есть Глискор, который я обожаю постоянно, тоже двухфазное средство. Я им постоянно пользуюсь на протяжении уже 5 лет, наверное. И вот это средство для меня лично стало реально открытием. Потому что вот оно делает фантастические вещи с волосами. Серьезно вам говорю. Оно просто моментально увлажняет волосы. Оно моментально придает им какую-то, не знаю, напитанность, увлажненность, гладкость. И мне очень нравится, что в этот состав, вот этого средства входят масла. Которые, собственно говоря, и подпитывают волосы. И делают их очень крутыми, очень красивыми, блестящими и здоровыми на вид. Еще одна моя новая любовь. Это уже Эйвон. Это магия гиалурона. В общем-то, сыворотка-заполнитель для тонких и нормальных волос. Очень понравилось это средство. Оно, знаете, такое лосьонообразное. Оно очень хорошо распределяется по волосам. Он мгновенно впитывается. И, знаете, оставляет такой небольшой, приятный, цветочно-парфюмированный шлейф на волосах. Который сохраняется достаточно долгое время. Вот. И это средство мне очень-очень напомнило по своим действиям и по своим качествам. Лосьон от Тони Молли. Который я вам тоже показывала, по-моему, в прошлом году. И огромный плюс лично у этого средства, что вы с ним совершенно не переборщите. Вот серьезно вам говорю, не будет эффекта грязных волос. Даже если вы нанесете на корни. Переходим к завершающему этапу. Здесь у нас уход за лицом в основном. И немножечко декоративной косметики. Давайте начнем, наверное, уходом за лицом. Точнее, давайте покажу вам пасту зубную, которую мы постоянно покупаем. Максиму. Это сплат. Серия для детей от 2 до 6 лет. Она, как написано, на 90% состоит из натуральных ингредиентов. Не содержит фтор, парабены, СЛС. У меня было видео с продуктами сплат. Также там была серия для детей. Так что посмотрите. Думаю, вам будет интересна эта тема. Если у вас, тем более, есть дети. Вот. Это молочный шоколад. Это самая любимая паста для Максима, которая только может быть. Мы ему купили такую пасту сплат только с вишней. Она ему вообще не понравилась, потому что она какая-то, ну, не очень, не то. Он любит больше вот эту пасту. Вот. Так что берите на заметку. У нее действительно шоколадный вкус. Достаточно приятный. И ничего страшного, если вдруг ребенок у вас съест эту пасту. Не будет. Средство от Пропеллера. Одно у меня, мое самое любимое средство. Это лосьон салициловой для комбинированной кожи. Оно не содержит спирта. Антибактериальный. Он действительно крутой. Я ежедневно пользуюсь на протяжении уже трех лет этим средством. Периодически я от него отхожу. И вот когда я от него отхожу, у меня начинают появляться прыщи. Вот. Но имейте в виду, я уже 300 раз вам говорила, что этот лосьон имеет накопительный эффект. И у вас прыщи с одного применения, даже с одной недели применения ежедневного, у вас прыщи моментально не исчезнут. Это, знаете, средство, оно как накапливающий эффект имеет. И также оно, ну, лечебное, можно сказать так. Оно устраняет прыщи на корню. Предотвращает появление новых и просто отличное средство. Вот средство вот такое от Пропеллера. Это болтушка от прыщей, салициловая. Она содержит салициловую кислоту, салициловый спирт, кому как больше нравится. У нее есть такая вот лопаточка. Сейчас покажу. Такая вот лопаточка, чтобы наносить точечно на прыщи средство. И оно, ну, прыщ покрывается такой вот белой пленкой. Вы предварительно вот так вот встряхиваете эту болтушку. Но, к сожалению, могу сказать, что не подошло мне это средство. Ни мне, ни мужу прыщи не лечила. И, не знаю, наоборот, появлялись новые прыщи у меня. И, возможно, это просто такое, у меня такая реакция на салициловый спирт. Потому что я отдаю сейчас предпочтение средствам без содержания спирта. Моя кожа от этого в восторге. Вот, от содержащих спирт, к сожалению, средства у меня появляются прыщи. И берите на заметку, если вдруг у вас тоже такое есть. Такая реакция вы из себя замечали на коже. То не стоит брать вам эту болтушку. Лично нам она с мужем не подошла. Далее. Совершенно чуть-чуть осталось у меня средство. Идеальная кожа аквакрем мгновенная матовость. От чистой линии. Почему выкидываю? Потому что его действительно осталось очень мало. Это средство содержит цинк из экстракта эвкалипта. Оно, знаете, имело на коже такое ощущение. Действительно, как холодок был, когда вы наносите это средство. Очень приятное чувство. Особенно летом, в жару. Это вообще самое то. Я могла спокойно нанести это средство и идти гулять. Не нанося больше ничего совершенно. Ни тональника, ни бибикрема, ни пудру. Ничего. Потому что кожа имела идеальную матовость. Кстати, не сушила кожу и не закупоривала поры. Но действовала, как, скажем так, фотошопный эффект небольшой. Мне очень понравилось. Действительно, жирного блеска нет. Ну, в течение, там, пяти часов точно. Вот такая вот мезо-маска от Dizal. Мгновенное действие. Устрицы лифтинг. Не знаю, я какого-то вау-эффекта не заметила от этой маски. Она была достаточно большая. Не очень комфортно мне с ней было. Достаточно плотная, хоть и ткань. Но как-то что-то было не то. Не подошла она мне, к сожалению. Но если вы любите такие вот лифтинг-эффекты, вы понимаете их, то возьмите на заметку. Я лично никакого лифтинг-эффекта от одного применения не заметила. Да, было увлажнение. Да, был такой, не знаю, кожа бархатистая. Была очень увлажненная, но не более. И переходим к моим любимым маскам. Это 7 Days от Vuelente. Это у меня уже третий курс масок. Я не буду вам их показывать. Вы можете в Инстаграме найти на каждую маску. У меня есть отзыв. Ссылочка в инфобоксе будет. Могу сказать, что если я уже делаю третий курс этих масок, они действительно стоящие. Я вам их посоветую. Они очень приятно имеют аромат. Действительно очень круто действуют. Увлажняют кожу. И у меня от них только одни восторженные и приятные позитивные эмоции. Еще одна маска. Это Black Mask. В общем-то, покупала ее на Алиэкспрессе. Да, не смейтесь, на Алиэкспрессе есть черные маски. И они не очень мне подходят, потому что они вызывают у меня очень болезненные ощущения. Они когда отрываются, они отрываются прям с волосами. Они отрываются очень болезненно. У меня аж прям до слез. И каких-то вау-эффектах, как в рекламе в Инстаграме и так далее, показывают, как у вас черная маска от носа отходит. И прям поры, вы видите, да, выходят прям вот эти неприятные закупоренные грязевые отложения. К сожалению, этого эффекта не было. И сильно такого очищающего эффекта от нее я тоже не заметила. И покажу вам то, что у меня закончилось из декоративки. Давайте два средства для снятия макияжа покажу. Это вот такие салфетки от Биорей. Это сменный блок салфеток. Здесь у меня было, я даже не помню, сколько штук, если честно. Они очень мне понравились. Они хорошо снимают макияж, даже водостойкий макияж. И действительно приятно с ними работать. Единственное то, что это сменный был блок. У меня обычного блока не было. И они стали уже, когда заканчиваться, вот эта вот клейка-лента перестала быть клейкой. И они у меня, большая часть, там оставалось штучек 5, наверное, они, к сожалению, засохли. Вот, но если у вас обычный блок есть, и вы любители таких салфеток для снятия макияжа, очень порекомендую Биорей. Они отличные. А вот не порекомендую, и просто проходите мимо вот этого средства. Это миниатюрка, сейчас вам скажу. Make Up For Ever, средство для снятия водостойкого макияжа вокруг глаз. Оно вызывает во мне одни негативные эмоции, потому что я попыталась смыть макияж глаз этим средством. У меня очень сильно защипало глаза. У меня все глаза покраснели. Кожа вокруг глаз стала чесаться. Она сильно стала раздраженной. И поэтому я просто побежала быстро все смывать, быстро-быстро патчи под глаза прикладывать и промывать себе глаза чаем, потому что иначе это был ужас. Они очень сильно жгли, щипали от этого средства. Очень неприятные, очень отвратительные ощущения. И поэтому, как видите, миниатюрка, она практически новая, потому что я всего лишь на один глаз налила средство на ватный диск. И вот такое получила негативное ощущение. Дальше выкидываю. Ну, уже, как видите, закончилась практически тональная основа от Ariflame The One. Это у меня оттенок. Я не знаю, что это у меня за оттенок, честно скажу, но он очень-очень светлый был у меня. Я его покупала очень давно, и поэтому он у меня уже практически закончился, как видите. И вот, к сожалению, выкидываю, потому что уже не очень мне нравится им пользоваться по оттенку кожи. Он мне уже вообще не подходит. И что могу сказать? В принципе, неплохой тональный крем, но на жирную кожу все-таки стоит брать что-то более матовое, потому что все-таки в поры он проваливается. Вот тональное средство, которое я вам посоветую. Это Just. Это мусс тональный в оттенке 201. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот так вот он выглядит. Он, к сожалению, у меня засох, потому что, как видите, его уже там совсем чуть-чуть оставалось. И дырочки уже, видите, трещинки пошли. Но мне очень понравился этот мусс. Для жирной кожи это вообще находка, потому что кожа не зажирняет в поры, не проваливается. И наоборот, очень такой матовый эффект создается от этого мусса. И он просто очень приятно наносится, как кистью, как бьюти-блендером, как пальцем. Это просто для меня открытие и реально крутое средство. Я обязательно, когда еще увижу где-нибудь Just или сделаю заказ в интернет-магазине, мусс обязательно прикуплю. Еще мне очень нравится упаковка. Стеклянная, классная, удобная и стильная. Еще из разряда засохла. Это подводка Maybelline. Обычный вот этот вот лайнер. Я не помню даже, как она называется. В общем, вот так выглядит. У меня черная была подводка, матовая. И она фантастическая. Очень любила эту подводку. Постоянно ей пользовалась. И вот, к сожалению, спустя сколько? Три или четыре года она у меня засохла, потому что ее там уже осталось чуть-чуть. Я ее даже разводила другими средствами специальными, но все равно она изжила свое. Поэтому выкидываю. Сейчас у меня новая подводка от Colourpop. Пришла на замену. Но Maybelline все равно я беру на заметочку, потому что она мне очень понравилась. И еще одно средство, которое я очень любила на протяжении пары-троек лет. Вот такой вот фиксатор макияжа от Elly Girl с матовым финишем. Очень мне понравился. Я пользовалась на протяжении, как я сказала, пары-тройки лет. Здесь 30 мл. Распылялся очень такой легкой вуалью. Быстро высыхал. И действительно макияж держался в течение дня. Просто ничего нигде не скаталось, не уехало, не сползло. В общем-то отличное средство. Единственный минус, что нужно заказывать из Америки. Вот. Но можете посмотреть на сайте Beauty Joint. Бренд есть. Также я не помню уже на каких еще сайтах. Кстати, у нас, по-моему, на Beauty Discount есть этот бренд. Посмотрите. Возможно, я ошибаюсь. Я уже давно туда не заходила. Но очень порекомендую. Хорошее средство. Единственное, мне жалко, что очень мало. Хотя, как видите, на 3 года мне хватило. Не при ежедневных, конечно, использованиях. Когда это очень необходимо, когда нужно, чтобы все было четко и никуда не уехало, то вот этот спрей всегда приходил мне на помощь. На этом были все мои пустые баночки за март месяц. Как видите, их было, ну, очень много. И, как видели, половина мне понравилась, половина нет. Поэтому, если вам было интересно и полезно мое видео и мое мнение, то не забудьте оценить его пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на инстаграм. Все ссылочки будут внизу в инфобоксе. Кстати, и кто не знает, у меня есть семейный профиль в инстаграм, где я его веду от имени моей семьи. Так что заходите. Ссылка также будет внизу в инфобоксе. Буду рада новым знакомствам и подписчикам. Всех люблю. Целую. До встречи в новых видео. С вами была Маша. Пока-пока.